В этом патроне земля Мамаевого кургана. Этот патрон выпускался на Ульяновском патронном заводе, а этот фашистские Германии, которые шли. Историю можно трактовать по-разному. В зависимости от политической ситуации расставлять акценты, забыть прочитать хронологию событий на страницах учебников. Но всегда найдутся те, кто свято чтит и помнит основные вехи становления страны. Среди таких людей ветераны вооруженных сил. Именно к ним идут подростки, чтобы задать острые, волнующие вопросы. О том, что общественный запрос действительно есть, подтвердили на профильном совете в зале правительства. Очень-очень интересно, очень большое количество обращений, очень большое количество вопросов среди ребят. Детально, начиная от того, что не понимают ситуацию, потому что сейчас идет большой информационный поток и со стороны Запада, и недружественных, так сказать, наших стран. В новом составе при губернаторе Ульяновской области Совет встретился впервые за последние три года. Все это время работа не прекращалась. Уроки патриотического воспитания в школах и вузах проводились еженедельно. Ровно так же, как и тренировки по военно-прикладным видам спорта. Алексей Русских подчеркнул, рассказывать нужно чаще, объяснять – доступнее. Основываясь на опыте старшего поколения, сорвать информационную завесу. Прошло почти три недели с момента признания нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ДНР и ЛНР и начала спецопераций наших вооруженных сил. Все это время российские военнослужащие с честью выполняют социальную и специальную миссию по защите страны и народов, живущих на ее территории. В ответ против России развязана масштабная информационная война. В том числе и активный вброс фейковой информации в социальных сетях, ложь в адрес российских военнослужащих. Все это еще один звоночек к усиленной работе с молодежью. Главная задача одна – вернуть ценность таким словам, как достоинство, честь, верное служение Отечеству. В области, в каждом районе за школами закреплены ветераны для духовно-нравственного воспитания. В районах области созданы юноармейские волонтерские отряды. Совместно с ветеранами юноармейцы участвуют во всех проводимых памятных акциях военно-патриотической направленности. Является участником караула поста номер один у Вечного огня на площади 30-летия Победы в Ульяновске. Помимо прочего, на Совете предложено привести в порядок госпиталь ветеранов войн, закупить новое оборудование. Алексей Русских инициативу поддержал. В ближайшее время поручил разработать конкретные предложения. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.